В этот день, 3 января 1565 года, Иван Грозный удалился в Александровскую Слободу и объявил об отречении от престола. Царь ждал, когда к нему придут умолять вернуться на трон, что и случилось. 3 января 1825 года подавлено выступление Черниговского полка. Это было частью восстания декабристов против российской монархии. 3 января 1827 года образован Главный комитет по крестьянскому делу в России. 3 января умер Ярослав Гашек, автор всемирно известного романа «О солдате Швейке». Значительная часть жизни Гашека была связана с Россией. Ярослав Гашек был подданным австро-венгерского монарха. Только вот верно подданным его было не назвать. Как и многих других чеков, его не устраивало положение людей второго сорта в империи Гавсбургов. Если у него и были какие-то устойчивые политические взгляды, то они касались исключительно вопроса независимости Чехии от Австрии. За антинемецкие выступления его задержали еще, когда он был геназистом, и даже грозили расстрелять. Во всем остальном, увлекнуть его в серьезности было бы крайне сложно. В бесконечном веселье, розыгрышах, скитаниях был весь Гашек. Он и более-менее устойчиво смог зарабатывать только писанием юморесов и филитонов. А путь его книжного солдата Швейка поразительно напоминает путь самого писателя Гашека. Он даже на фронт, как и Швейк, попал в арестантском вагоне. И был вал в русском плене. Кстати, о России. Видимо, как славянин по происхождению, Ярослав Гашек серьезно симпатизировал всему русскому. Даже до того, как он попал в Россию, он недурно понимал русский язык. В этой же связи по-особенному выглядит один его характерный розыгрыш. Как-то еще в самом начале мировой войны Гашек заселился в гостиницу. И в ее анкете сказала себе. Лев Николаевич Тургенев. Родился 3 ноября 1885 года в городе Киеве. Живет в Петрограде. Православный. Частный служащий. Приехал из Москвы. Цель приезда – ревизия австрийского генерального штаба. Время было серьезное. Шутки не поняли. Гашека, как шпиона, забрали компетентные органы. Но потом отпустили. Между тем, в этом розыгрыше была только доля юмора. Перед отправкой на передовую он дал кому-то свою книгу с дарственной надписью. «Через несколько минут я уезжаю куда-то далеко. Может быть, вернусь казачьим атаманом. Если же буду повешен, пришлю тебе на память кусок той веревки». Это был весьма непрозрачный намек на желание перебежать к русским. Воевать за интересы Австро-Венгрии у него желания не было. Так и вышло. 24 сентября 1915 года зафиксирован побег эфрейта Рогашека с позиции 91-го пехотного полка. Он добровольно перешел к русским, как и тысячи других славян. А спустя месяцы и несколько фильтрационных лагерей, Ярослав оказался среди тех, кто решил биться на стороне Российской империи. Так называемая чешская дружина русской армии пополнялась многими добровольцами. Гашека от непосредственно строевой службы освободили, хотя он и рвался на передовую. Кстати, есть данные, что он все же принял участие в боях в 1917 году, получив Георгийский крест в четвертой степени. Он стал прежде всего солдатом идеологического фронта. Ярослав ездил по лагерям, призывая пленных чехов вступать в русскую армию. А заедкую повесть о портрете императора Франца Иосифа I в киевской газете «Чехослован» был даже заочно обвинен австро-венгерским трибуналом в воскорблении его величества и измене. Что важно для почитателей творчества Гашека, в России послечал некоего Йозефа Шлейка. Тот тоже бежал из австрийского 36-го полка. И как Гашек вступил в русско-чешские формирования. В России же Гашек задумал свой роман о Шлейке и начал его писать. А жизнь вокруг него подкидывала все новые впечатления, все новые сюжетные повороты для рассказов. За годы в России он успеет вступить в ряды Красной Армии, стать комиссаром, побывать чуть ли не под руководством Чапаева, пройти до самого Байкала, жениться на русской и только тогда вернуться на родину. После возвращения из России земная жизнь Ярослава Гашека была очень короткой. Он умер в 1923 году, но за пару лет он успел, возможно, главное реализовать на бумаге уже задуманный и почти что прожитый им роман «Похождение бравого солдата Шлейка». Самое известное произведение на чешском языке, первый в мире антивоенный роман. Много юмора, еще больше абсурда, по чуть-чуть Австрии, Чехии и России. И в достатке оптимизм. КОНЕЦ